Часть 2. В Великосветском Омуте. Глава 1. В Болгарии. Михаил Дмитриевич Маслов, выразив мнение, что Савин снова ухитрится убежать, оказался пророком. Николай Герасимович действительно ускользнул от прусских жандармов за несколько минут до передачи его русским властям на самой границе. Успокоенные поведением сопровождаемого ими арестанта, не дававшим места ни малейшему подозрению, даже желание им совершить бегство, жандармы-философы, как прозвал их Савин, при остановке поезда на станции Александрова, обрадованные удачным выполнением ими порученного начальства задания, разговорили с земляками, упустив лишь на одну минуту веренного им и подлежащего передачи в руки русских жандармов арестанта. Этой минуты было достаточно для Николая Герасимовича, чтобы исчезнуть бесследно, точно кануть в воду. Произошел переполох. Русские власти донесли о событии по принадлежности. Немецкие жандармы отправились в свой Фатерланд под гнетом предстоящего им дисциплинарного взыскания. Они были угрюмы, не философствовали и... Николай Герасимович, между тем, верный своему заранее составленному плану, остался временно в пределах России. Пробрался в один из пограничных городов, где один из его родственников, или вернее муж его родственницы, занимал крупный пост. Жена этого лица, мягкосердечная женщина, умоляла своего мужа дать временный приют беглецу, а тот отплатил за гостеприимство тем, что обманным образом добыл бумаги своего друга и дальнего родственника по матери графа де Тулуза Латрека. Призанял, пользуясь именем своего властного и уважаемого родственника, у многих лиц довольно крупную сумму и исчез за границу. Через несколько времени он появился в Софии, столице болгарского княжества, где в то время царила политическая неурядица. И во главе политических пройдох, захвативших в свои руки власть над несчастным болгарским народом, стоял Степан Стамбулов. Бывший студент Новороссийского университета, скормленник России, поднявший первую свою преступную руку против своей кормилицы и освободительницы его родины от турецкого ига. У всех еще свеж в памяти этот период болгарской истории, заставивший на долгие годы отшатнуться от нее ее благодетельницу Россию. Это было как раз время, последовавшее после вторичного отречения болгарского князя Александра Ботенборгского от престола. Он назначил регенство Истамбулова, Коровелова и Муткурова, которые составили министерство коллекционное под председательством Радославова, министром иностранных дел был Начевич, министром юстиции – Стоилов, а военным – Николаев. Русское правительство не могло оставить болгарский народ в неизвестности о своем мнении о судьбе его первого князя и своей будущей политике относительно болгарского народа. Заговорили о миссии князя Долгорукова в Болгарию, но затем оказалось, что русский военный агент барон Каульбарс был вызван в Высоколитовск, где в сентябре 1886 года имел свое пребывание император Александр III. По приказанию его императорского величества барон Каульбарс должен был отправиться в Болгарию и объявить всему болгарскому народу чувство искреннего доброжелательства его величества и дать совет для выхода из ее затруднительного положения, но вместе с тем категорически объявить высочайшую волю, что ни Баттенберг, ни кто-либо из его братьев не должен возвратиться в Болгарию. 13 сентября Каульбарс прибыл в Софию и вступил в управление агентства, а 14-го он в полной парадной форме сделал официальные визиты регентам и министрам, а министру иностранных дел вручил письмо господина Гирса, уполномачивающего его в качестве политического представителя России. С 12 октября по 6 ноября продолжались томительные переговоры барона Каульбарса и борьба с его регентством и министерством. Ее благоприятного исхода с нетерпением ожидал болгарский народ. Миссия барона Каульбарса состояла в том, чтобы получить полную амнистию для всех участников переворота 9 августа, то есть свержения князя Александра Баттенбергского, и отложить на два месяца выборы в народное собрание, которому предстояло избрать нового князя. Цель последнего требования была очевидна и разумна. Необходимо было усмирить взволнованную страну и иметь время для поиска кандидата на болгарский престол. Исполнение его зависело всецело от доброй воли и понимания дела, чего, к сожалению, у регентства вообще, а у Стамбулова в частности, не было. Последний торопился созвать как можно раньше народное собрание, чтобы переизбрать Александра Баттенбергского. Этого желало регентство и отчасти министерство. Они не хотели отложить выборов, ссылаясь на конституцию, как будто бы регентство, назначенное отрекшимся далеко не по доброй воле от престола Баттенбергом, и имело какое-нибудь значение конституционное. Оказалось, впрочем, что Стамбулов в своем сопротивлении требованиям русского дипломатического представителя руководствовался советами австрийского и английского агентов. Это не могло не сделаться неизвестным барону Каульбарсу. Только 18 сентября Стамбулов отказался от переизбрания Баттенберга. И именно тогда, когда уже все великие державы были убеждены в невозможности такого переизбрания, болгарские патриоты просили барона Каульбарса указать кандидата русского правительства, которого они обязывались выбрать беспрекословно и единогласно. К сожалению, русский дипломатический представитель не был в состоянии удовлетворить их желаниям. Собравшееся 13 сентября в Софии народное собрание состояло исключительно из депутатов, сторонников Стамбулова и компании. Сами выборы происходили под наблюдением организованной Радославовым армии палочников, действующей от имени комитета, избравшего себе громкий девиз «Болгария для болгар». Палочники эти называли себя защитниками Отечества. Горе было округу, где избиратели выбирали антиправительственного депутата. В Дублине, например, начальник округа был убит, и 36 граждан были приговорены к смертной казни. В Румелии, где избрали русофилов, все избиратели брошены в тюрьму. Много было перебито народа в Татар-Базарбджике, в Пловдиве и других местах. Степан Стамбулов созвал народное собрание как подготовительное к Великому народному собранию в Тырнове. Из зала заседания были заблаговременно вынесены портреты Александра II, Александра III, а портрет Батенберга был только завешен. Регентство и министерство находилось всецело в руках иностранных агентов и политических интриганов, которые приложили все свои старания, чтобы миссия русского посланца потерпела неудачу. Барон Каульбарс после бесплодных переговоров в Софии начал объезд главных городов Болгарии, чтобы зондировать общественное мнение болгарского народа. Софийские заправилы послали впереди его своих агентов, и наряду с восторженными криками народа по адресу русского царя и России слышались громкие крики правительственных клевретов, даже въезд Стамбулов. Вскоре после этой поездки барона Каульбарса последовал разрыв дипломатических отношений между Россией и Болгарией. Это произошло 6 ноября 1886 года. Барон Каульбарс уведомил о своем выезде из Болгарии правительство Нотаю, в которой заявил, что правители Болгарии окончательно утратили доверие России и что императорское правительство находит невозможным поддерживать сношение с болгарским правительством. Все русские консулы также покинули Болгарию. Открывшееся в Тырнове 22 ноября Великонародное Собрание избрало на болгарский престол датского принца Вальдемара, брата русской императрицы, чем хотело засвидетельствовать, как болгарскому народу дорого сохранить лучшие отношения с русским императорским двором. После последовавшего со стороны избранного принца отказа от болгарской княжеской короны народное собрание было немедленно закрыто. Регенство решило отложить дальнейшие выборы в надежде, что ему тем временем удастся убедить Россию в готовности сообразоваться с ее волей, но главным образом, целью дать возможность Австрии среди кризиса водворить свое влияние в Сербии и окончательно подчинить себе Боснию и Герцеговину. Разрыв между державой-освободительницей и ее созданием Болгарией Причинил глубокую скорбь всем истинным славянским патриотам, верящим в политические задачи России на христианском Востоке. После закрытия Тырновского народного собрания начался период кандидатов на болгарский престол. Этот период политической неурядицы продолжался восемь месяцев. Первой после датского принца Вальдемара кандидатурой была выставлена кандидатура князя Николая Менгрельского. Это была единственная русская кандидатура, неприятная, конечно, за правилом Болгарии, ходившим на австрийских помощях и потому не имевшая успеха. Вскоре собралось второе великое собрание, на котором в декабре 1886 года было решено послать к европейским дворам депутацию, изыскать средства к примирению с Россией и приискать кандидата на болгарский престол. Депутатами были избраны Стоилов, Греков, Кольчев. Конечно, прежде всего эти депутаты посетили Вену, где после беседы с князем Лобановым Ростовским и Калиноки они начали переговоры с доверенным лицом принца Фердинанда Кабурготского о принятии болгарского престола. Затем принц сам принял депутацию в своем замке Эбенталь, близ Вены, где Стоилов произвел на него своей патриотической речью глубокое впечатление, так что с этого самого времени принц стал иметь большое доверие к этому искусному оратору и государственному человеку. В то время, когда депутаты путешествовали за границей, в самой Болгарии проект сменялся проектом. Один неудачнее другого. Обратились к принцу Оскару. Шведскому сделано было предложение румынскому королю, в случае избрания которого соединение Болгарии с Румынией явилось бы ядром будущей федерации балканских государств. Но король Карл отклонил это предложение. Заискивания сербского короля Милана, тогда еще правившего Сербией, который сам навязывался в болгарские князья, были отвергнуты. Предлагался в князья Болгарии Олега Паша. И уже, как последний исход, обратились к блистательной порте с предложением, что Народное Собрание изберет князем Болгарии турецкого султана под условием, что он присоединит Македонию к болгарскому княжеству под общую властью, назначенного ими наместником. Султан ответил отказом. Между тем, в стране в разных пунктах вспыхнули беспорядки и смуты. Финансы были в плачевном состоянии. Все приходило в упадок и расстройство. В это самое время в Софии появился блестящий француз граф де Тулус Лотрек. Молодой, красивый, прекрасно образованный, он в короткое время сумел войти желанным гостем в дом всех дипломатических агентов Софии и сойтись с регентами и министрами. Особо подружился он со Стамбуловым, перед которым развивал свои планы будущего управления Болгарией и даже вскользь уронил о возможности заключить при его посредничестве заем у парижских банкиров в 20 миллионов франков. Сам граф казался очень богатым человеком, не стесняющимся в средствах. В уме Стамбулово возник план управления Болгарией за ширмой такого удобного и сговорчивого князя, каким был его приятель граф де Тулус Лотрек, имеющий вес и значение у парижских ротшильдов. Он сблизился с графом настолько, что пригласил его крестить у него новорожденную дочь. Граф согласился и сделал богатые подарки своей куме и крестнице. Тогда начальник болгарских палочников из подволь подготовил своего кума к возможности заявить его кандидатуру на болгарский престол. Граф де Тулус Лотрек после некоторого колебания принял предложение. Начались подробные переговоры. Для того, чтобы подготовить почву для избрания, граф по совету Стамбулова отправился в Константинополь, где представился французскому послу графу Манкебала. И сумел обворожить его настолько, что тот представил его великому визирю как будущего, пока негласного, кандидата на болгарский престол. Назначен был день аудиенции. Все шло, что называется, как по маслу. Пустой случай уничтожил ловко задуманное дело. В общем зале лучшей гостиницы Константинополя, где остановился будущий болгарский князь, его увидел служивший в гостинице Куафор, француз, бывший подмастерье паримахера Невеля в Москве. «Здравствуйте, господин Савин», воскликнул он. «Я вас не знаю», отвечал смутившись Николай Герасимович. Это был он. Куафор, удивленный, пристально посмотрел на него и прошел дальше. Но фамилия его была произнесена, да к его несчастью, еще в присутствии нескольких чиновников из русского посольства, которым известно было, что Савин разыскивается русскими властями и уже три раза бежал из-под ареста за границей. В тот же день посольство и консульство были осведомлены о возникшем подозрении. Приглашенный в консульство Куафор клятвенно уверял, что граф де Тулус Латрек никто иной, как русский офицер Савин, которого он хорошо знает. Вопрос об его аресте ввиду покровительства оказываемого ему французским послом был довольно щекотлив и оставался даже после показания Куафора некоторое время открытым. Сам Николай Герасимович своим неудержимым нравом дал повод к своему аресту. Через несколько дней после роковой для Николая Герасимовича встречи с французом Куафером в одной из газет появилась статья, посвященная предполагаемому претенденту на болгарский престол графу де Тулус Латреку. В статье этой, между прочим, указывалось, что граф происходит не от прямой линии бурбунов, как стараются доказать он сам и болгарские регенты, а от побочной, а именно от марганического брака Людовика XV. Взбешенный Савин отправился в редакцию газеты. Могу я ведь редактора? Господина Станлия? Если это господин Станли, то господина Станлия. Секретарь редакции молодой человек с лицом, указывающим на его семитское происхождение, отправился доложить о посетителе, взяв от мнимого в графа его визитную карточку. Пожалуйте в кабинет. Возвратился через несколько минут секретарь. Николай Герасимович отправился в указанную дверь. За большим письменным столом восседал сухопарый англичанин. Чем могу служить? Холодно спросил он Савина, указав рукою на кресло, стоявшее у стола, и не поднимаясь с места. Это уже одно взбесило еще боли Николая Герасимовича. Я граф Детулус-Лотрек. Не садясь, сказал он. Я это знаю из вашей визитной карточки. В вашей глупой газете напечатана глупая статья. Я просил бы вас быть приличнее. В этой глупой статье, напечатанной в вашей глупой газете, продолжал Николай Герасимович, не обратив ни малейшего внимания на замечания редактора, передаются различные институации относительно моей родословной. Я требую опровержения и печатного извинения. Я сделал бы вам эту любезность, если бы вы своим поведением не доказали бы мне воочию отсутствия вас не только королевской, но даже благородной крови, хладнокровно заметил господин Станли. Что? Что? Ты сказал? Крикнул Савин. Так не ведут себя, графы, невозмутимо продолжал редактор. Если так не ведут, то вот как бьют, уже положительно рявкнул Николай Герасимович и с этим словом влепил редактору полновесную пощечину. Удар был так силен, что господин Станли откинулся на спинку кресла и на минуту потерял сознание. Этим временем воспользовался Савин и беспрепятственно вышел из кабинета в редакции. Секретарь редакции, который, видимо, слышал весь разговор и звук пощечины, так как отскочил от двери кабинета при выходе Николая Герасимовича, не предпринял против него ничего, даже как-то особо почтительно ему поклонился. Пришедший в себя оскорбленный редактор, конечно, бросился жаловаться и в тот же день к вечеру в номер гостиницы, занимаемой графом, явилась полиция с полицейстером во главе. По повелению его величества султана «Я вас арестую!» обратился последний к Савину. «Пошел вон турецкая собака!» крикнул Николай Герасимович. «А-а-а!» «Так вы так!» вышел из себя в свою очередь Паша и, схватив за ворот Савина, крикнул полицейским «Вяжите его!» Николай Герасимович однако изловчился ударить полицейстера так сильно ногой в его солидное брюшко, что тот покатился на пол. Савина все-таки связали. «Я русский подданный!» крикнул он, зная, что газета редактируемая Станли не пользуется расположением русского посольства как орган английских политических интриг. «Это мы знаем», господин Савин заявил, вставая на ноги полицейстер «И потому-то мы вас и арестовываем». Николай Герасимович побледнел сорвалось. Припомнилось ему классическое восклицание Кричинского Он передан был в руки русского консульства и вскоре, как мы знаем, очутился на палубе парохода Корнилов, шедшего на всех парах в Одессу. Николай Герасимович дошел в своих воспоминаниях до этого момента своего прошлого, момента, с которого мы начали свой рассказ, после возвращения его из конторы дома предварительного заключения, где он, если припомнить читатель, так неожиданно встретил друга своей юности, свою названную сестру Зиновию Николаевну Ястребову. «Зина, ты?» воскликнул, придя в себя от первого смущения Савина. Причиной это его смущения было то, что он совсем забыл эту молодую девушку, жившую в доме его родителей и когда-то с чисто женскими ласками и вниманием врачевавшую его разбитое сердце. Он протянул ей обе руки. Она схватила их и крепко пожала. Воспоминания прошлого также волною нахлынули на нее. «Нет, не та Зина, не так!» воскликнул растроганный Савин и заключил ее в свои объятия. Они обменялись чисто братским поцелуем. «Вот где пришлось нам встретиться после стольких лет», с грустью в голосе начал Николай Герасимович. «Что же из этого?» почти весело отвечала Ястребова, садясь на стул возле тоже сидевшего Савина. «Грех да беда в Росе не живет», говорит русская пословица, «а другая подтверждает и результат от сумы да от тюрьмы не зарекайся». Так-то оно так, а все-таки печально, столько лет не виделись и вдруг «Ну как? Что вы? Что муж? Детки? Вы довольны? Счастливы?» «Не обо мне речь», перебила его Ястребова, «Я совершенно довольна своей судьбою. Речь о вас. Надо вас вызволить». «Вызволить?» грустно произнес Николай Герасимович. «Из дел, в которых я здесь обвиняюсь, вызволиться нетрудно. Ведь не верите же вы, что я поджег дом в моем имении или же рвал мне оплаченные векселя?» «Что будет дальше, не знаю, но до сих пор Бог миловал?» «Преступлений я не совершал. Проступки да. Значит, за дела я спокоен. Но кто вернет мне те прожитые до прибытия сюда, в Петербург, недели, показавшиеся мне годами? Кто вознаградит за испытания, унижения и оскорбления, за перенесенные страдания? Ведь я не думал бежать из России и тем менее от русского правосудия. Я был более нравственно и физически, когда мне в Москву принесли повестку от судейского следователя, в получении которого расписался швейцар гостиницы. Я ее даже не видел. Так во мое прошлое. Нерадостное и настоящее. А что ждет меня в будущем, когда я выйду из суда, хотя и оправданный, вот в чем дело, дорогая Зина. Окаченный помоями и без средств. Насчет последнего я вас могу успокоить. В этом смысле будущее ваше не так страшно. Ваши братья сумели собрать все возможное с заложенных и перезаложенных имений, и на вашу долю приходится 40 тысяч рублей, которые положены в банк на мое имя, во избежание каких-либо препятствий выдачи вам лично. Тотчас по освобождению вы получите их от меня. Зина, воскликнул Савин, как мне благодарить вас? За что? Не за то ли, что я себе не присвоила чужих денег? Николай Николай Герасимович смутился, но тотчас же оправился. Положим, смеясь продолжал он, в наш век за это именно надо благодарить больше всего, но не вас, вы, видимо, не от мира сего. Я благодарю вас за радостную, воскрешающую меня весть, и за то, что вы не отстранили от себя участие в деле, где замешан я, считающийся притчей во языцах целой Европы, почти целого мира. Я слишком многим обязана вашему семейству. Теперь оно ваш должник, но это в сторону. В контору я передала из процентов с ваших денег 600 рублей, так что вы можете здесь обставить себя с возможным до тюрьмы комфортом. Вы мой ангел-хранитель. Кроме того, вам ведь будет нужен защитник? Здесь ведь есть знаменитости, надо бы кого-нибудь из них. Тот, кого я вам рекомендую, знаменитость будущего. Долинский, молодой, да, он помощник присяжного поверенного, но не так давно он защищал дело, которое сделало известным его имя. Дело было совершенно безнадежное. Мошенник и шулер, известный Алферов, вышел совершенно неожиданно из суда оправданным. Долинский говорит, что эта случайность, даже неожиданная для него, но говорил он прекрасно и дело изучил во всех подробностях, чего никогда не делают наши знаменитости. Да будет так, давайте вашего Долинского. Вы еще не получали обвинительного акта? Получил по обоим делам и по здешнему и по Калужскому. Но откуда вы, Зина, знаете все эти судебные формальности? Я жена журналиста. Да, я и забыл. Тогда подайте заявление об избрании вами в качестве защитника помощника присяжного поверенного Сергея Павловича Долинского и такое же заявление напишите в Калужский окружной суд. Получив из суда уведомление, он точно же к вам явится. Хорошо, я сделаю это сегодня же. На несколько минут наступило неловкое молчание. Николай Герасимович видимо хотел что-то сказать, но не решался. Ну, как тут живут все? С видимым усилием спросил он. Масловы вам кланяются. Михаил Дмитриевич будет у вас. Он хороший? Задумчиво произнес Савин и снова замолчал. А она, после довольно продолжительной паузы, более движением губ, чем голосом спросил он. Для нее Николай Герасимович строго заметила Зиновия Николаевна сорока тысяч мало. Он закусил губу и замолчал. Ястребова стала прощаться, обещав навещать Николая Герасимовича. В следующий раз я приду с мужем, сказала она. Рад буду видеть его. Они расстались. Савин вернулся в свою камеру и мука одиночества после беседы с человеком, пришедшим с воли из общества еще более охватила его. принесенная Зиновия Николаевна Ястребова весть о сравнительном обеспечении его по выходе из тюрьмы отошла почему-то на второй план и он снова предался воспоминаниям прошлого. Особо мучила его неудача последней политической авантюры, на которую он возлагал столько надежд и вдруг все рухнулось его арестом. Достигни он цели все его действия получили бы другую окраску чем теперь. Обидно и горько казалось это Николаю Герасимовичу но ничего уже было делать это был совершившийся факт приходилось с этим мириться. Он напрягал все усилия своей воли чтобы отрешиться от этих мыслей а они как мухи в осеннюю пору назойливо жужжали в его голове. Наконец он перенесся мыслью к свиданию с Ястребовой. Вспомнил ее совет подать заявление об адвокате и сел писать его. Он окончил его в тот момент когда в доме предварительного заключения погасили огни. Николай Герасимович разделся и лег в постель но заснуть он мог только под утро. Глава третья жертва Прямо из дома предварительного заключения Зиновия Николаевна Ястребова отправилась к одной из своих пациенток живших неподалеку от дома где продолжали жить Ястребовы на Гагаринской улице. Зиновия Николаевна была около двух месяцев тому назад приглашена к молодой девушке жившей в квартире ее знакомой Анны Александровны Сиротиной сын который Василий Сергеевич служил бухгалтером в банкирской конторе Алфимова Жрицей Сиротиной Елизаветой Петровной Дубрянской случился страшный нервный припадок В окружном суде при разбирательстве дела Алферова которого защищал Долинский Лубянская была свидетельницей по этому делу и оправдательный вердикт вынесенный присяжными заседателями обвиняемому произвел на нее потрясающее впечатление она упала на пол в страшных конвульсиях и была отвезена в сопровождении доктора и судейского сторожа домой где у нее открылась нервная горячка Анна Александровна бросилась за Ястребовой и последняя по обыкновению вся отдалась своей пациентки Елизавета Петровна уже более года жила в Петербурге по делу которое имело для нее такой роковой исход но заседание суда несколько раз откладывалось по болезни подсудимого которому как говорили необходимо было для чего-то выиграть время Зиновия Николаевна прошла в комнату больной где застала и Анну Александровну прибиравшую на столике у постели больной склянки с лекарствами при опущенных шторах едва можно было разглядеть бледное но очень миловидное личико молодой девушки это было одно из тех лиц которые не бросаются в глаза но чем больше на него смотришь тем труднее от него оторваться девушка была печально и озабочена от тусклых взгляд ее с беспокойством блуждал по полутемной комнате губы ее были крепко сжаты время от времени она тяжело вздыхала старушка заботливо оправляла подушки больной при виде доктор лицо девушки вспыхнуло и осветилось радостной улыбкой как вы себя чувствуете взяла за руку больной Зиновия Николаевна нынче у вас опять лихорадочный день нет мне лучше гораздо лучше сказала больная этого я не вижу возразила Ястребова но сколько вы будете молодцом я говорила вам что вам нужен покой вы все волнуетесь Анна Александровна пододвинула Зиновия Николаевне кресло та села держа обе руки больной и с улыбкой гляя ей в лицо но я чувствую себя хорошо совсем хорошо больной однако не удалось скрыть охватившего ее припадка слабости она закрыла глаза и откинулась на подушке ах дорогая Зиновия Николаевна заговорила через несколько времени больная вы не можете себе представить как я рвусь на воздух чтобы отделаться от мыслей которые меня мучат нестерпимо мне часто кажется что я не вынесу этих воспоминаний особо сознание что этот человек остался безнаказанным если он виновен Господь покарает его о в этом я убеждена но мне хочется сегодня рассказать вам все вы слишком слабы это вас снова взволнует напротив мне станет легче когда я поделюсь с вами моими страданиями вы такая добрая сердечная позвольте я вас слушаю я дочь помещика у нас было имение под Петербургом я была очень счастлива потому что у меня была мать которую я обожала как сейчас вижу ее кроткую улыбку с которой она наклонялась чтобы поцеловать меня и сказать что я ее единственная радость единственное утешение я редко видела моего отца особо последние года дела вынуждали его так по крайней мере говорили мне часто ездить Петербург мы жили очень уединенно тогда как раньше мои родители виделись хотя изредка соседним помещиком графом Вельским граф Вельский это отец того молодого человека который живет здесь да-да Петр Васильевич его сын он ведет дурную жизнь город три тому назад он не елов и граф Стоцкий часто бывали у моего отца великолепная троица рассказывайте дальше мать моя часто плакала бывало все улягутся в доме она я примется плакать да так горько навзрыд а когда я стану спрашивать о чем она горюет она мне ничего не отвечает а только обнимет меня крепче и рыдает еще горше один раз отец вернулся из города и подал матери какую-то бумагу прочти говорит а голос у него был такой что он и теперь звучит в моих ушах мать так вся и задрожала однако бумагу взяла не прочла она и десяти строк как вскрикнула и замертво упала на пол вероятно отец ваш проигрался да я узнала об этом гораздо позднее дело было в том что мы должны были жить только на доходы семейния отец стал бывать дома еще реже а когда приезжал был мрачен и рассеян и скоро уезжал опять мать моя с каждым днем становилась бледнее и плоше она старалась скрыть от меня свое горе но наконец ей стало не под силу она делалась все слабее слабее у нее открылась чахотка и когда мне исполнилось девятнадцать лет она умерла а умирая все звала меня называя всевозможными ласковыми именами последнее слово больная произнесла шепотом чтобы продолжить свой рассказ она вынуждена была перевести дух в день похорон неожиданно вернулся из Петербурга отец должно быть он был потрясен глубоко он опустился перед грубым на колени и со связами целовал холодную руку покойницы с этой минуты мы не разлучались казалось он хотел вознаградить меня за все зло которое сделал моей матери значит он бросил играть спросила Ястребова Дубянская покачала головой слушайте дальше он был со мною высшей степени нежен и исполнял мои малейшие желания мне так хотелось любви и заботы мое осиротелое сердце ответило на его ласку всеми своими нетронутыми силами и он никогда не оставлял меня в деревне одну наши доходы все еще были довольно значительные так что ему не приходилось ни в чем себе отказывать и наш дом был одним из богатейших в уезде гостеприимство отца и всегда во всем полная чаша привлекали массу так называемых друзей которые под маской дружбы старались обойти моего отца а вы имея на него влияние разве не могли заставить его не принимать их я умолял его об этом но все напрасно между его друзьями был один человек который имел на него громадное влияние его фамилия была Алферов его познакомил с отцом кажется граф Стоцкий он старался так обойти отца что тот был совершенно в его власти с первой же встречи я возненавидел этого человека хотя он очень старался сблизиться со мной какой негодяй он постоянно вертелся около меня и чем больше я его презирала ненавидела тем больше отец запутывался в его сетях продолжала она вероятно он был тоже игрок он был настоящий мошенник и мой бедный отец погиб безвозвратно он прожил у нас несколько недель отец проводил целые ночи с ним вдвоем и с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее в один из вечеров это было 13 мая никогда не забуду я этого дня случилось то что я давно ожидала было поздно я давно уже ушла спать как вдруг слышу страшный шум моя спальня отделялась от комнаты где играли отец с гостем только коридором я быстро оделась и открыла дверь слышу голос отца я бросилась по коридору прямо к ним то что я увидела было ужасно отец обеими руками впился в негодяя и кричал шулер отдай мне то что ты у меня украл а этот негодяй только презрительно хохотал над ним потом освободился от его рук и так толкнул его что тот грохнул на пол и потерял сознание я еще не успела броситься ему на помощь как он пришел в себя и снова бросился на негодяя вдруг шулер ударил отца так что тот же зашатался я страшно закричала и не помню себя от страха и негодования бросилась между ними негодяй отпустил руку а мой бедный отец упал в кресло и закрыл лицо руками в эту минуту я забыла даже об этом изверге бросилась к отцу стараясь его утешить вдруг я почувствовал на своем плече чью-то тяжелую руку если вы хотите послышалось над самым моим ухом вы можете спасти вашего отца прочь негодяй скричала я отталкивая его он насмешливо улыбнулся ваш отец разорился по собственной вине заговорил он отщеканивая каждое слово у меня в кармане его обязательства на сумму больше чем стоит все его имения я возвращу их вам если вы бедная девушка запнулась и покраснела чего же требовал негодяй спросила Зиновия Николаевна она с трудом проговорила он возвращал все все обязательства отца если я открою ему дверь своей спальни подлец у меня язык смолк от обиды продолжала Елизавета Петровна я стояла перед негодяем и меня всю трясло от злобы несмотря на всю свою грубость он понял что смертельно оскорбил меня и сказал я нежестокий человек согласитесь выйти за меня замуж и все станет опять принадлежать вам и вашему отцу мне было так противно что я отшатнулась от него если вы и ваш отец дадите мне письменное обещание я буду доволен сказал он дальше я не могла молчать откуда брались у меня слова я не знаю но только они достигли цели он засквежетал зубами и не дожидаясь конца объяснения выбежал из комнаты в ту же ночь он выехал из нашего имения я у меня у меня все таки что-то удерживало возле него я чувствовал что не должна оставлять его одного и только после настоятельной вторичной просьбы я решилась уйти к себе ах зачем я не осталась может быть я предупредила бы страшную катастрофу молодая девушка становилась и что же было потом торопила ястребова которая слушала с напряженным вниманием слезы катились по щекам дубянской и она рыдая стала рассказывать дальше я не могла заснуть страх не давал мне спать прошел должно быть целый час вдруг слышу выстрел я вскочила страшное предчувствие овладело мной как сумасшедшая бросилась я в комнату отца и без сознания упала на его труп Елизавета Петровна снова замолчала воспоминания о только что рассказанных сценах потрясло ее до того что она не могла выговорить слова несколько успокоившись она продолжала на письменном столе отца нашли письмо написанное дрожащей рукой в этом письме отец объяснял причину своего страшного решения мы теряли все он надеялся что его убийца оставит мне по крайней мере столько что я никогда не буду терпеть нужды конечно надежды вашего отца не оправдались мягко и участливо спросила Ястребова вам так совсем ничего не оставили я уехала из имения захватив мои платья и драгоценности и здесь нашла приют у Анны Александровны подруги моей покойной матери по приезде я точно же подложал обу прокурору началось следствие кончившееся как вам известно оправданием негодяям это возмутительно теперь рассуждая хладнокровно я думаю что суд иначе не мог поступить отец выдавал такие обязательства которые были совершенно законны Алферов и его сообщники знали что делали бедная бедная так молода и так много перенесла испытаний Зиновья Николаевна с грустью опустила голову что же вы будете делать по выздоровлению буду искать место гувернантки или быть может компаньонки в состоянии ли вы будете перенести это столь зависимое положение о у меня хватит сил перенести все лишь бы заработать себе честно кусок хлеба я быть может постараюсь найти вам более подходящее место как я должна благодарить вас за вашу доброту Зиновья Николаевна произнесла больная хватая ее за руку мои старания невелики сказала она улыбаясь место для вас у меня есть в виду в глазах Дубянской засветилась радость я состою домашним врачом в одном очень уважаемом семействе и вспомнила теперь что хозяйка не раз высказывала желание пригласить компаньонку для своей взрослой дочери о как я буду рада благодаря вам в знак благодарности поправляйтесь выздоравливание пациентки лучшая награда для врача теперь я начну выздоравливать не по дням а по часам дай бог зиновья николаевна простилась больной обещав зайти на другой день спускаясь с лестницы она думала да да дом селезневых будет для нее самым подходящим местом надо поместить ее именно туда по возвращении домой ястребова рассказала мужу во всех подробностях о своем свидании с авиным а также о плане относительно своей пациентки знаешь лёля ведь он еще до сих пор не забыл грампа ну зиновья николаевна передала ему вопрос николая герасимовича и свой резкий ответ да задумчиво произнес алексей александрович недаром видно пословица молвится что старая любовь нержавеет по поводу рекомендации дубянской селезневым ястребов далеко не покровительствовавший занятием филантропическим своей жены только махнул рукой и заметил как знаешь матушка глава четвертая подруга столоначальник одного из бесчисленных петербургских департаментов Семен Иванович Костин жил на четвертой улице Песков местности в описываемое нами время тихой и малолюдной напоминающей уездный городок он занимал очень хорошенькую квартирку на втором этаже жена его Евдокия Петровна была младшей сестрой Ирины Петровны Хлебниковой но сходства между ними было очень мало она не была так кратка как Ирина Петровна наоборот вся ее фигура дышала гордостью и сознанием собственного достоинства она была полной владелицей своего дома и своего супруга муж жена и две девочки 8 и 7 лет сидели в столовой за послеобеденным чаем Ольга Ивановна стояла между тем у окна и смотрела на пустынную улицу в руках ее было письмо которое по-видимому и нагнало на нее грустное настроение бедная девочка скучает по дому заметила Евдокия Петровна оно и понятно дома она целый день была бы на воздухе в лесу а здесь точно птичка в клетке ты ведь сама хотела чтобы она приехала позволил себе заметить Семен Игнатьевич и наверное не желаешь отпустить ее конечно я не желаю чтобы она уезжала но смотреть как бедная девочка томится и грустит больно она скучает потому что не видит ничего кроме домов нашей улицы и никуда не может выйти добавила на тоном упрека по чьему-то адресу да оно то и лучше милая Дуня что она и не слишком много выходит совсем другой разговор если бы ты была здорова и могла выходить вместе с нею она не видела бы ни одного деревца продолжала Евдокия Петровна не обращая внимания на замечания своего мужа если бы я не свела ее на днях в Таврический сад Таврический сад и лес в Отрадном да тут никакого сравнения быть не может но все же она увидела зелень увидела голубое небо надо было и видеть ее радость мне тоже жаль ее тебе жаль ее да не да не ты ли всегда первый против всякого развлечения из чего это ты заключаешь не из того лишь что я не отпустил ее гулять с барышней с которой она на днях познакомилась именно но ведь мы ее совершенно не знаем она приходила несколько раз звать Ольгу гулять вот и все о нет она мне обо всем рассказывала очень милая барышня это София Антоновна Левицкая кто жена ее родители были очень достаточные люди она сирота живет у своей тетки полковницы Усовой которая очень богата она убедительно просила отпускать к ним Олю сегодня у них семейный праздник надо же доставить девочки удовольствие пусть повеселиться но ведь это так далеко на Васильевском острове и кроме того насколько я знаю Олю она не любит большого общества вот ты всегда так далеко что такое далеко они поедут на извозчики ведь не в лесу в столице через нее и нам честь а тебе все равно как на днях когда приехала Матильда Франсовна Руга все из окошек высунулись чтобы на нее посмотреть а ты стоял как пень как пень ее визит относился не к нам конечно она приезжала к Оле чтобы передать ей два билета в театр но ведь я ее тетка а ты мне муж и она живет у нас жаль что у Оли не было туалета чтобы поехать с нею в театр а я был очень рад этому мне было бы очень неудобно сидеть в первых рядах могло случиться что мой директор сидел бы сзади меня нет Дуня лучше не в свои сани не садиться когда ты поправишься я охотно возьму вас обеих в театр ты кажется сердись что знаменитая Матильда Руга так внимательно и так любит Олю если хочешь да ты дурак ходят слухи продолжал муж не обратив внимания на привычный для него эпитет со стороны супруги что эта певица ведет жизнь далеко не безупречную и кто знает что может случиться с Ольгой если она будет бывать у нее вперед не раздался звонок и в комнату впорхнула молодая девушка она приветливо поздоровалась с обоими супругами и бросилась обнимать Ольгу Ивановну как я рада что застала вас вы не можете представить как мне хотелось вас видеть она еще раз обняла молодую девушку но что с вами вы такая печальная случилось что-нибудь оно и неудивительно пояснила Евдокия Петровна мало того что девушка скучает до смерти ее еще срамят Дуня остановил ее умоляющим тоном Семен Иванович значит скучаете спросила Софья Антоновна Левицкая нет не скучаю Софья Антоновна это нехорошо вы обещали бросить всякие церемонии и звать меня просто Софи перебила ее молодая девушка и так дальше милая Оля ну хорошо Софи меня расстроило это письмо печальные вести из дома может быть там кто-нибудь болен боже избавь от этого это письмо от моей подруги Наде Алфимовой это дочь банкира да я ее очень люблю и она меня так же значит она поверяет вам свои сердечные тайны ну да несчастная любовь нет отец выдает ее замуж за человека которого она не любит должно быть какой-нибудь титулованный голыш которому нужно ее состояние нет человек этот очень богат гораздо богаче Наде вероятно он не образован неуч какой-нибудь купеческий сынок нет нет насколько я могу судить у него прекрасные манеры и он отлично образован так он урод или стар Ольга Ивановна грустно улыбнулась ах нет сказал она он очень красивый молодой человек я никогда не встречала мужчины более красивого чем граф Вельский граф Вельский повторила Софья Антоновна вы его знаете спросила Ольга Ивановна упавшим голосом нет уверяла ее подруга она покраснела но не потому что солгала а потому что вспомнила как он видел недавно бегство ее подруги от полковницы Усовой я его не знаю повторила она но судя по вашему описанию его можно полюбить даже не видя Ольга Ивановна задумчиво покачала головой говорят он большой кутила что это значит он ухаживает за дамами да да разве это не его обязанность как кавалера он играет в карты играть в карты и на скачках это благородные страсти что еще я больше ничего не знаю извините но в таком случае ваша Алфимова совершенная дурочка быть может она любит другого в том то и дело что да а вот это другое дело впрочем и это дело поправимое как она может любить его после свадьбы Ольга Ивановна посмотрела на нее широко раскрытыми глазами она не поняла ее как это так они разговаривали стоя в окна в эту минуту к ним подошла Евдокия Петровна идите в гостиную там удобнее вы ведь сегодня вечером останетесь у нас обратилась на клевицкой нет благодарю вас никак не могу почему это сегодня день рождения моей кузины и у нас соберется небольшое общество тетя поручила мне просить вас отпустить к нам Олю Семен Иванович был готов восстать против этого желания но вспомнив слезы и положение жены промолчал я со своей стороны ничего не имею против этого только бы не сказали что мы лезем не в свое общество но я вас очень прошу Евдокия Петровна я предоставляю решить это моему мужу будут мужчины спросил Костин очень немного двое моих дядей мой двоюродный брат жених моей кузины во всяком случае очень скромное общество в этом вы можете быть совершенно спокойным я уверена моя милая сказала Евдокия Петровна Семен Иванович по опыту знал что когда его жена в чем-нибудь уверена переубедить ее невозможно а потому во избежание новых сцен не возражал Ольга Ивановна пошла вместе со своей подругой в свою комнату одеваться и менее чем через час они вышли из дома пусть повеселится бедняжка заметила Костину мужу глядя в окно за удаляющимися молодыми девушками ох не по душе мне эта стрекоза какая еще да вот это подруга Оля ты вечно со своими подозрениями а по-моему она прямилая девушка будь по-твоему дай бог чтобы не я а ты оказалась права ты вечно каркаешь я знаю лучше жизнь толкую там по-твоему молодых девушек следовало бы непременно держать в тереме что же это было бы лучше нежели теперь когда их выпускают на улицу уж и на улицу скажешь тоже раздавшийся звонок в передний прервал разговор супругов грозивший снова обратиться в ссору приехал Алексей Александрович Ястребов большой приятель и друг Семена Ивановича Костина оба супруга просияли Алексей Александрович в их доме как и всюду вносил особое оживление и веселость с ним вместе врывалась в дом если можно так выразиться струя клокочущей петербургской жизни он знал все новости минуты и умел их передавать с неподражаемым комизмом и остроумием Алексей воскликнул Семен Иванович бросаясь навстречу гостю Алексей Александрович с радостной улыбкой приветствовал его Евдокия Петровна одни один мимоходом да она доктор и долго с нею не посидишь больные одолели совсем жену отняли я вот все к чужим и примащиваюсь Софья Антоновна и Ольга Ивановна подъезжали между тем уже к дому полковницы Осовой на подъезде они столкнулись с Нееловым А Софья Антоновна воскликнул последний с любопытством разглядывая ее спутницу которую не узнал в шляпке Не для вас тихо шепнула ему Левицкая Глава пятая у полковницы А где же очаровательная Ольга Ивановна спросил Алексей Александрович Ястребов когда хозяйка отлучившаяся для того чтобы приказать подавать закуску возвратилась в столовую Она поехала со своей подругой к ее тетке А значит мы гуляем Кому же она поехала К одной даме Софья Антоновна называла фамилию но я теперь уже забыла отвечала Евдокия Петровна Да откуда взялась у Ольги Ивановны подруга здесь В Петербурге Москвичка значит Нет Они познакомились в гостином дворе Ай 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 Вот так знакомство Вы здесь на песках живете как на добродетельном оазисе среди пустыни беспутства А за границей благословенных песков опасно отпускать девушку одну с неизвестной подругой к неизвестной даме Еще недавно был такой случай что девушка из очень порядочного дома познакомившись в летнем саду с какой-то барышней была ее через неделю после этого знакомства увезена к полковнице Усовой и только по счастью бедняжке удалось безнаказанно вырваться из этого вертепа а что как вы назвали фамилию эти вопросы одновременно сделали и муж и жена побледнев как полотно полковница Усова невозмутимо повторил Алексей Александрович она живет на Васильевском острове и содержит и горный дом и тайный любовный притон там происходят отвратительные оргии туда увлекаются легкомысленные девушки и молодые женщины хороших семейств чтобы удовлетворить свои порочные желания или для приобретения средств Петербург это помойная яма а потому Ястребов остановился так как теперь только заметил состояние своих слушателей но что с тобой ты бледен как смерть обратился он Костину а твоя жена с нею дурно Евдокия Петровна бессильно откинулась на спинку дивана почти теряя сознание а Семен Иванович бледный как полотно не обращая внимания на жену бессмысленно смотрел на Алексея Александровича если я не ослышался ты сказал полковница Усова на Васильевском острове да но тебе какое дело до всего этого поедем же поедем надо спасти где живет эта женщина Васильевский остров велик на большом проспекте я знаю слава богу но я ничего не понимаю посмотри что делается с твоей женой Евдокия Петровна лежит без чувств не теперь спешим а то пожалуй будет поздно что поздно может быть Ольга уже погибла Ольга она у этой женщины поедем нельзя терять ни минуты а что если в самом деле уже поздно воскликнул бледный ястребов не заботясь о лежавшей в обмороке Евдокии Петровне оба мужчины быстро оделись и взяв не торгуясь первого попавшегося извозчика помчались на большой проспект Васильевского острова извозчик вопреки обыкновению петербургских возниц ехал бодрой рысью но седокам казалось что он движется как черепаха наконец они приехали живостью юнцов соскочили они с пролетки и позвонили у подъезда дай бог чтобы не было поздно подумали оба вечер у полковницы Усовой уже начался на этих вечерах собирались почти всегда одни и те же личности если же на них появлялся кто-нибудь посторонний особо женщина то в первое время поведение всего общества изменялось до тех пор пока не узнавали насколько эта новая личность склонна принять участие в удовольствиях кружка и попасть и попасть распущенный тон так было и в описываемый нами вечер и дамы и кавалеры вели себя безукоризненно сдержанно так как знали от хозяйки что у нее в этот день будет молодая особа не имеющая никакого понятия об их удовольствиях каждый раз как двери залы отворялись все взгляды обращались на нее и видя что входит кто-нибудь из обычных знакомых с разочарованием отворачивались но кто же эта дивная дива которая нам сегодня покажет спросил барон Гемпель из-под тишка обнимая Марью Павловну и в то же самое время обмениваясь с Екатериной Семеновной нежными взглядами это сказочная красавица провинциалка Соня говорит что она выше всякого описания в таком случае мы бедные сегодня будем все на заднем плане заметила одна молоденькая дама сидевшая рядом с дочерью хозяйки вы забываете что это еще совершенно воплощенная невинность сказала Капитолина Андреевна и что на первый раз старания господь кавалеров не увенчаются успехом хоть это для нас утешительно сказала генеральша роскошная красота которая сияла в этот вечер как-то особо вызывающе не правда ли ваше сиятельство вы предпочитаете открыто и удобно достигаемое наслаждение долгой борьбе из-за какого-то еще неизведанного идеала разумеется подтвердил князь Асланбеков да и кроме того я убежден что это хваленное чудо не может иметь такого обаяния как вы что касается меня то я всегда предпочитаю осязательно идеальному а что скажете на это вы граф этот вопрос был обращен полушепотом графу петру васильевичу вельскому который задумчиво оперся головой на спинку одного из кресел в этом кресле сидела молодая женщина по временам она оборачивала голову и что-то нежно шептала ему на ухо это было кокетливо в высшей степени хорошенькая девушка своеобразный акцент ее речи теплица черные блестящие глаза роскошные черные волосы и очертания пухлых губ все свидетельствовало о ее французском происхождении ничего Люси рассеянно ответил граф Люси была поистине прелестна когда откидываясь назад небрежно закидывала ногу на ногу причем ее стройные формы обрисовывались еще рельефнее вдруг она заложила прекрасную белую руку за затылок откинула голову еще больше сверкнула в лицо графа глазами и поцеловала его губы граф Вельский почти этого не заметила девушка порывисто вскочила с кресла вы сегодня просто невыносимы граф интересно знать о чем это вы думаете вероятно мечтаете о прелестной незнакомке раньше чем вам ее показали ничего подобного не сердитесь я думал совсем о другом и в моих мыслях не было ожидаемой девушки вероятно эта же дума помешала вам быть вчера в малом театре нет я вечер провел уруга о этой певице я бы с наслаждением высоропала глаза и за нее мне пришлось чуть не умереть от скуки я ни за что не хотела выходить пока не приедете вы и оттягивалась минуту на минуту мой номер чуть не опоздала а вы граф напрасно не приехали и именно вчера почему же это именно вчера а потому что я в первый раз надела бриллиантовую диодему которую вы мне подарили эффект был поразительный воспоминания о подарке видимо примирила ее с графом хотя вы сегодня и похожи на истукана но я все-таки еще раз вас поцелую приедете завтра в театр дорогая за исключением вашего появления мне надоело все что там делается разве можно быть таким присыщенным а именно со вчерашнего дня там есть нечто очень интересное это что же такое вчера был дебют новой парижской звезды ох уж эти звезды но это восхитительно хороша я женщина влюбилась в нее окончательно и хотите показать мне да и не ревнуете к ней нельзя почему это она любит она женщина она исключение это любопытно как ее фамилия Мадлен Демежон так будете завтра именно завтра никак не могу почему это опять уруга нет завтра приезжает моя невеста через две недели моя свадьба лицо певички вспыхнуло и только что она хотела выразить свое негодование как дверь отворилась и в зал вошли граф стоцкий с Иваном Корнилевичем и Долинским бывшим здесь в первый раз граф Вельский точно же оставил чересчур пылку у Люси и отвелся Гизмунда Владиславовича в оконную нишу достал ты денег всего три тысячи но что же мне с ними делать ведь до свадьбы еще две недели завтра она приезжает надо сделать подарок но может быть ты выиграешь сегодня разумеется должен выиграть если не хочу потерять последнее но будем надеяться на лучшее однако присоединимся к обществу на наш разговор начинают обращать внимание оба новичка чувствовали себя неловко больше всего смущен был Долинский появление в чужом обществе всегда порождает в человеке чувство застенчивости и особо если об этом обществе у нас заранее составлено дурное мнение то же самое ощущал и молодой адвокат но тем не менее он скоро нашелся в своем затруднительном положении его внешность расположила к нему всех дам молодая особа сидевшая рядом с Екатериной Семеновной и выразившая мнение что сегодня она останется на заднем плане употребила все свои чары чтобы овладеть но неожиданно встретила соперницу в лице оставленной графом Вельским Люси Иван Корнелевич дружески здоровался с приятелями которые все его приняли очень радушно и этим сгладили неловкость его дебюта его увлекли их удовольствия о которых он имел понятие только понаслышке а им как страстным игрокам было очень приятно залучить партнера с такими значительными деньгами чем многочисленнее становилось общество тем более неловко себя чувствовала Мария Павловна нельзя ли уйти в другую комнату сказала на барону Гемпелю разумеется моя прелесть отвечал он подождем только обещанная дива очень любопытно на него посмотреть в синих глазах девушки появилось выражение ни то грусти ни то упрека дверь снова отворилась вошел Ниолов он наскоро поздоровался с обществом и остановился посреди гостиной с таким видом как будто хотел сообщить что-нибудь очень важное что с тобой что случилось посыпались вопросы Ниолов театральным жестом указал на дверь ведущую в залу господа торжественно проговорил он соберите все ваше самообладание вооружитесь всем вашим мужеством чтобы иметь силу выдержать лицезрение в это время в дверях показалась Софья Антоновна Левицкая под руку с Ольгой Ивановной Хлебниковой появление их произвело действительно очень сильное впечатление Ольга Ивановна была одета просто даже слишком просто для такого общества но именно эта простота так гармонировала с чистотой всего существа ее и так ярко доказывала что красота ее не нуждается ни в каких искусных добавлениях что в этом обществе не могло не произвести величайшего эффекта на встречу молодым девушкам поднялась с кресла Капитолина Андреевна и приветливо поздоровавшись с обеями познакомила Ольгу Ивановну со своей дочерью и усадила ее возле себя глава шестая не опоздала ли очутившись среди ярко освещенной гостиной Ольга Ивановна сильно покраснела и смутилась что еще более увеличила ее обаятельную красоту Боже Да ведь это дочь управляющего Алфимова воскликнул барон Гемпель Граф Вельский вздрогнул и Сигизмунд Владиславович к своему величайшему удовольствию заметил что померкшие глаза его вспыхнули гневом когда барон направился к Хлебниковой чтобы возобновить знакомство начатое в Отрадном Как она сюда попала спросил он у графа Стоцкого почти со злобой Она дружна с Софией Вероятно она ее и пригласила отвечал тот равнодушно пожимая плечами Шевельнулось ли в сердце этого распущенного человека сознание что такому чистому ангелу не место в этом смрадном месте среде Понял ли он что было бы преступлением осквернить этот чистый цветок плотскими взорами окружающих он сам не мог себе дать в этом отчета Мужчины тотчас же окружили Ольгу Ивановну и она мгновенно стала средоточием общего внимания надо избавить ее от этих нахалов проворщал граф Вельский Сигизмунд Владиславович кивнул головой он подошел к Капитолине Андреевне и сказал ей несколько слов та точно же увела Ольгу Ивановну под предлогом показать ей залу и другие гостиные Екатерина Семеновна и Софи пошли за ними мужчины остались этим конечно недовольны но скоро утешились надеждой еще успеть пригласить ее на один из танцев до начала бала у меня так нехорошо на душе печально и нежно говорила Мария Павлона барону Гемпелю и общество здесь такое несимпатичное уйдем куда-нибудь мне так многое хочется сказать вам мне теперь Муся ответил он холодно но ведь мы же обещали перестань же Муся потом но ведь вы же знаете что я не могу оставаться поздно здесь ну так в другой раз теперь я не расположен слушать и куда это запропастилась наша червовница значит вы меня больше не любите ну пошло поехало разумеется люблю только мы говорим о нашей любви в другой раз и поговорим я только пойду посмотрю где она а вы поболтайте пока с другими я против этого ничего не имею на глазах девушки навернулись слезы она отдала ему все свое сердце пожертвовала для него всем любила его всем пылом первой страсти а он между тем Ольга Ивановна сидела с полковницей ее дочерью и Софи в зеленом бодуаре куда им подали роскошный десерт граф Стоцкий старался удалить мужчин которые стремились туда же и сумел устроить так что граф Вельский попал в зеленый бодуар первый и сел возле Хлебниковой когда вошли остальные желанное место было уже занято все они знали хорошо правила этого дома где один не имел права мешать тет а тет другого с избранной дамой а потому скоро разошлись графу Петру Васильевичу легко было завести с Ольгой задушевный разговор он говорил с ней об отрадном о ее отце матери своей невесте а последний он отзывался с почтительностью мечтал о том как он окружит ее всеми радостями жизни это скоро расположило молодую девушку в его пользу какой он хороший думала она из зала донеслись первые звуки вальса Софи и Екатерина Семеновна поспешили туда вы не танцуете спросил граф вельский нет ответила хлебникова я вообще не люблю танцевать а сегодня я одета не по бальному Софи схитрила и не сказала мне что здесь будут танцевать а вы я охладил ко всем удовольствиям ответил граф лениво покачиваясь в кресле и танцую только при крайней необходимости а вот если позволите мне остаться здесь и поболтать с вами то я проведу время в тысячу раз приятнее давайте болтать вы часто пишете Надежде Корнили мне да и получаю от нее длинные письма писала она вам обо мне Ольга Ивановна кивнула головой я боюсь что она не радуется близости своей свадьбы как радуются другие невесты сказал он я никак не могу отделаться от мысли что она меня не любит может быть до нее дошли о вас ложные слухи мягко заметила Ольга Ивановна вы правы воскликнул граф О Ольга Ивановна вы себе представить не можете как тяжело быть непонятым там откуда ожидаю счастья своей жизни может быть небо поставило вас на моем пути как ангела света которому суждено водворить мир в душе моей невесты а мне даровать величайшее земное счастье Капитрина Андреевна вдруг вспомнила что не сделала каких-то распоряжений и ушла молодые люди остались одни да как же я могу это сделать я знаю что моя невеста дорожит вашим мнением и вот именно ради того чтобы быть достойным вашего участия я и хочу чтобы вы поняли меня совершенно я знаю что меня называют человеком безнравственным и признаюсь что в его жизнь пустую и распущенную но я уже несколько раз пытался изменить ее вот и теперь я имею это же намерение как это с его стороны благородно подумала молодая девушка я любил несколько раз любил страстно безумно ни одни горячие губы целовали меня ни одни нежные руки обнимали меня но все эти любовные приключения удовлетворяли только мое сластолюбие и ни одно из них не затронуло моего сердца ни одна женщина не привязала меня к себе надолго и даже в минуты самых страстных порывов я чувствовал что в душе моей холодно и пусто напрасно старались друзья пробудить во мне чувства и только тогда когда я увидел Надю я ощутил то духовное удовольствие тот внешний покой которого я искал так долго и так напрасно когда я получил ее согласие я сам возвысился в своих собственных глазах и ощутил прилив бесконечного счастья как счастлива женщина которую он любит так страстно и свято неслось в голове Ольги Ивановны эта любовь продолжал граф не так жгуча как прежние мое увлечение которые сжигали сами себя но тем она глубже прочнее и я понял что она овладела моим сердцем на всю жизнь бедняжка думала молодая девушка каково ему знать что она его не любит она чувствовала графу искреннее сострадание я начал ощущать отвращение к жизни которую вел до сих пор снова заговорил граф Вельский за мою бытность в отрадном я понял что только любовь чистая святая любовь может обуздать и исправить меня я увидел вас Ольга Ивановна и в чистом зеркале вашей души передо мной отразилось все мое нравственное безобразие он тяжело вздохнул о если бы Надя стала моей женой а вы подругой всегда готовы принять участие в моей судьбе как был бы я счастлив останьтесь для меня Ольга Ивановна на всю жизнь ангелом света охраняющий мир в моей душе чем же я могу содействовать вашему счастью граф очень многим всем с той минуты как я вас увидел меня охватило чувство которого я не испытывал никогда даже образ Нади отошел от меня на второй план и утонул в сиянии вашей чистоты если она не хочет спасти меня сделайте это вы для вас это возможно полюбить меня вы не можете так будьте мне хоть другом сердце молодой девушки порыве стабилось да я буду его другом думала она Надя не полюбит и мира душевного ему не даст так сделаю это я граф Петр Васильевич взял ее между тем за руки кровь бросилась ей в голову так вы будете моим ангелом нежно шептал он она была не в силах произнести ни одного слова он осторожно обнял ее одно короткое да сделает меня счастливым и хорошим человеком с любовью в голосе настаивал он в душе молодой девушки происходила еще неизведанная ей борьба не было ли все это происходящее теперь преступлением против ее лучшего друга но ведь Надя не любила его а разве можно человека оставлять несчастным разве на обязанности друга не лежит подготовить между молодыми хотя бы согласие она невольно поддалась охватившему ее волнению медленно склонила голову на грудь и дрожащими губами беззвучно вымолвила да о благодарю благодарю вас воскликнул граф протягивая к ней обе руки но в будуар вдруг донесся какой-то странный шум слышались тревожные голоса какая-то возня ах пожалуйста не уводить ее звучал голос полковницы усовой бал только что начался пусть она хоть часик украсит его своим присутствием не угодно ли вам посидеть с нами и выпить стаканчик вина ни за что я этого не позволю отчеканил мужской голос по которому Ольга Ивановна точно же узнала дядю Семена Ивановича она и попала сюда по ошибке потрудитесь позвать ее сюда а если вы этого не сделаете то я этот голос сбросил девушку с небес счастья на землю скучной действительности она однако тотчас выбежала к дяде что с вами что случилось спросила она Семен Иванович был один Алексей Александрович впустив его в подъезд остался дожидаться на улице возвращения овечки и стада козлов как он выразился на своем своеобразном языке меня там все знают уклончиво отвечал он на вопросы Костина почему он отказывается его сопровождать пойдем скорее тебе не следует оставаться в настоящем доме ни минуты задыхаясь от волнения говорил Ольга Ивановна Семен Иванович да отчего же почему ты так спешишь дай бог чтобы я не опоздал только идем скорее Ольга Ивановна удивлена и досадливо покачала головой но беспрекословно последовала за дядей ну что встретил их в подъезда ястребов вот она вызволил кажется не опоздал конечно же это не так скоро делается заметил Алексей Александрович молодая девушка смотрела на них обоих с нескрываемым недоумением Семен Иванович с племянницей сели на извозчика а я домой сказал Ястребов заходи крикнул ему Костин когда извозчик уже тронул свою лошадь когда они очутились дома Ольгу со слезами обняла Евдокия Петровна и сквозь рыдания спросила мужа ты не опоздал не знаю ну хоть ты Ольга скажи мне он не опоздал молодая девушка не понимала до сих пор поведение ее дяди а вопрос тетки окончательно озадачил и рассердил ее не понимаю чего вы от меня хотите с досадой отвечала она я могу вам только сказать что дядя не только не опоздал а приехал еще слишком рано вовсе не для чего было пороть такую горячку зачем ты не опоздал сквозь слезы улыбнулась мужу Евдокия Петровна глава 7 финансовый гений Корнилий Потапович Алфинов имел много причин желать брака своей дочери с графом Петром Васильевичем Вельским три из них как мы знаем он высказал Надежде Корнилиевне это были во-первых данное им молодому графу согласие во-вторых желание этого брака со стороны отца Петра Васильевича графа Василия Сергеевича и в-третьих намерение самому жениться есть еще причины но я тебе их не могу сказать сказал Алфимов во время беседы со своей дочерью Ватрадном он скрыл их от молодой девушки не потому что ему неловко было открыть их а потому что он не считал их доступными ее женскому пониманию эти причины были деловые граф Василий Сергеевич Вельский был одним из богатейших вельмоши в Петербурге его состояние давало более полумиллиона годового дохода и единственный сын его Петр имевший отдельное громадное состояние от своей матери был наследник всех этих несметных богатств вступив прямо из низа трактира на Невском проспекте величественное здание Петербургской биржи Корнилий Потапович вскоре и там совершенно освоился и получил вес и значение в качестве крупного денежного туза на что ему давали право его состояние и престиж гениального финансиста счастливо производящего самые сложные биржевые спекуляции на бирже и в банках счастье рычаг всего счастливого биржевого дельца банкира возводят на пьедестал ему показывают почти царские почести оказывают звон золота сопровождающий его удачные сделки и спекуляции придает им характер подвигов и он сам в глазах большинства является каким-то магом и волшебником вызывающим поклонение все спешат верить ему в свои сбережения все кричат о его классической честности и ждут как милости чтобы он соблаговолил взять в свое распоряжение их капиталы большие и малые достававшиеся им по наследству или нажитые упорным трудом с поклоном отдают ему их и с замиранием сердца боятся услышать отказ от их собственных денег но повернись хотя на некоторое время непродолжительное счастье спиной к такому дельцу и картина меняется как бы по мгновению волшебного жезла та же толпа с кровожадностью римлян в эпоху падения империи стекавшихся в амфитеатры любоваться боями гладиаторов с дикими зверями бежит в зал суда где ее вчерашний герой ныне развенчанный в подсудимые дает отчет употребления чужих капиталов погибших зачастую вместе с собственными при одном неблагоприятном обороте колеса фортуны те самые люди которые чуть ли не коленопреклонно подносились делицу свои капиталы просягт как милости взять их в свое распоряжение с нескрываемым негодованием в качестве свидетелей отзываются о своем вчерашнем благодетели и кормильце бесстрастный представитель обвинения опираясь на текст статей закона нарушенных подсудимым требуют его обвинения а следовательно и соединенного с ним изгнания из того общества которое еще вчера чуть не носил его на руках не целовало следов от его ног обутых в ботинке защитник купольный зачастую ценой последних крох состояния прогоревшего дельца говорит громкие высокопарные фразы о превратности человеческой судьбы о законности сделок совершенных обвиняемым призывает свидетелей о его безукоризненной честности лиц сохранивших в своих сердцах чувство приязни к подсудимому или в своих карманах барыши от счастливо ранее произведенных им операций но потерпевшие громко взывают о возмездии и возмездие совершается неумолимый закон подводит деяния несчастного спекулянта под текст бездушной статьи и он становится отщепенцем отверженным правосудие совершилось общество падкая до наживы сбегающиеся на звон золота охотнее нежели на звон церковных колоколов само порождает таких дельцов и смотря по удаче последних или молится на них или же топчет ногами в зверском озлоблении удачная операция а тем более ряд таких операций кружат головы и в руки счастливого дельца стекаются громадные суммы приносимые добровольно чуть не с мольбой группа дельцов образовавших банки выдает громадные дивиденды а кассы банков еле вмещают приливающие в них капиталы владельцы этих капиталов конечно хорошо знают что банк спекулирует их достоянием но пока эта спекуляция дает барыш пока заправили заправили банка умело ведут дела как выражаются капиталисты они имеют от всех почет и поклон но перефразируем слова суворова сегодня умение завтра умение необходимое счастье и вот когда это счастье отвернется от опытного дельца или целой компании дельцов банка то не является преступлением а вместо поклона и почета жалоба прокурорскому надзору и обвинения с пеной урта в присвоении и растрате одним из таких крупных финансовых гениев считался в описываемое нами время Корнилий Потапович Алфимов а самый ярый его поклонником был граф Василий Сергеевич Вельский все состояние мою отдам ему без расписки и буду жить спокойно говаривал он когда заходила речь о деловых качествах Алфимова без расписки хотя старый граф Вельский денег и не давал но в обороте Алфимова имелись большие суммы принадлежащие графу Василию Сергеевичу весьма естественно что скрепление уз доверия которые были между Корнилием Потаповичем Алфимовым и графом Василием Сергеевичем Вельским узами родства было очень желательно для первого и небезвыгодно для второго надеявшегося что Алфимов в качестве родственника еще более будет заботиться о приращении его капиталов состояние молодого графа во владение которым он вступал в случае женитьбы до 30-летнего возраста также также входило в деловые расчеты старика Алфимова не знавшего что на это состояние уже начата атака таких если не сильных но зато искусных противников как Матильда Рога и граф Стоцкий все это вместе взятое делало то что Корнилий Потапович не только настаивал на свадьбе но и торопился с ней к чести отца Надежды Корнилиевны или лучше сказать мужа ее покойной матери он был далек от мысли быть относительно ее жестоким он был искренне убежден что граф Петр Васильевич Вельский блестящая партия для молодой девушки ее круга и все общество соглашалось с ним любовь же молодой девушки к другу ее детства он находил опять же убежденно гибель для нее блажью